Ё-моё! Ё-моё! А все же ждали вот такого вот роста сразу же вот сюда, чтобы пробить экран. А биткоин за часика-два упал на полторы тысячи долларов. Скажут, что Эванс опять обманул. Всем профита, ребята! С вами Крилл Эванс. Итак, поехали. Что касаемо сегодняшней темы нашего ролика. Биткоин пока откорректировался. Это, в принципе, нормально. После 20% роста я считаю, что 2-3% вниз это вообще не коррекция вообще. Потому что сегодняшняя тема ролика это скам-проекты, которые соскамились, но один из них все-таки вроде бы пытаются восстановить. Итак, поехали. Первое. У нас проект есть такой, SaveDollar. Он соскамился. Он сделан на полигоне. Он упал до нуля на эксплойте. Такая же уязвимость, которая и была на Титане на Матике. Итак, давайте посмотрим. Вот, ребята, проект SaveDollar. Здесь тоже очень много людей зарабатывали. Очень много людей положили сюда свои деньги. И оно все соскамилось в нулину из-за такой же уязвимости, которая была на Титане или в проекте Iron Finance. Теперь давайте, что касаемо нашего проекта, в котором мы очень много с вами потеряли. Это у нас проект Iron Finance и токен Титан. Итак, ребята, что они нам сообщают? Они ввели компенсацию. Они скоро ее доделают. Нам сообщают, что они 29% от общего количества Титана второй версии, значит, выделяют для компенсации тем, кто на полигоне держал Титаны и Титан LP токены. Также тем, кто держали Iron и Iron LP токены. Также, ребята, они здесь описали полную структуру компенсации. И теперь просто нужно дождаться выхода новой обновленной версии платформы и также компенсации. Не знаю, сколько мы сможем вернуть денег, но то, что мы сможем их вернуть, это 100%. Вот. Это что касаемо новостей. Крутые новости. Хоть немного поднял себе настроение. Дальше. Пока мы здесь потеряли деньги, в это время проект Адамант до сих пор продолжает работать. Давайте посмотрим. Я здесь уже вывожу очень много V-MATIC и меняю его на обычный MATIC. Вот. Мы уже видим, за 2 дня здесь у меня нафармилось 142 V-MATIC. Это примерно эквивалент 150$. Если не считать, значит, сам Адамант, который стоит 40$, и это было бы еще 400$, то это примерно 500-600$ раз в 2 дня. Довольно неплохие прибыли. Итак, забираем. Адаманты достейкиваем здесь. И MATIC просто забираем. Давайте быстренько посмотрим. У меня MATIC 736. Сейчас посмотрим, сколько будет после того, как мы заклеймим. Заберем наши V-MATIC отсюда. Из Адаманта. Тоже высокорисковый проект. Тоже у меня здесь лежит около 15000$. Но я до сих пор забираю отсюда прибыли. И пытаюсь как-то компенсировать свои потери. После того, как я заберу все Ади, даже если их сейчас заберу, это будет примерно 12000$. Я уже забрал MATIC на 1002. Часть перевел на биржу, значит, Отликс. Вот. И себе сижу спокойненько жду. Пока никаких предпосылок для SCAM нету. Потому что это Yield Aggregator, а не Yield Farming. Потому сижу и вот жду. Так, кстати, хотел вам показать нашу прошлую схему. Мы с MACовым еще до SCAM Титана делали вот такую интересную схему для заработка на Титане и на Адаманте. Покажу вам ее просто уже как прошлое, чтобы вы увидели, что мы к этому всему готовились и полностью все распланировали. Но не получилось, у всех бывает. Давайте посмотрим. Вот эта схема. То есть я планировал взять 23000 MATIC, это 35000$. И поделить это на Titan, да? На Titan MATIC LP. Также потом положить в Адамант. И также потом еще купить Ади и застейкать. Я это все поделил, раз диверсифицировал по половине. Вот 52%, 26 и 22. Это все соскамилось. Это около 20000$. Это до сих пор функционирует и приносит мне прибыль. Вот такие дела. Я хотел еще ранее это показать. Люди просто не понимают, что всегда нужно делить. Мы показывали эту схему. Я положил свои деньги и в Titan, и в MATIC, и в TITAN, и в MATIC на Ади. И также положил в Ади. Ади до сих пор функционирует. Вот вам еще раз это все показываю. Ждем. У нас что-то задерживается наша транзакция. Давайте ускорим ее. Поставим 2 ГВ. Быстренько надо забрать активы. Так, 736. Так, транзакция прошла. Сейчас должно обновиться. Вот, добавились еще MATIC. И Ади у нас вот здесь. 8 и 8 штук. Лочим их сюда вот в пул дальше. И дальше получаем вот процент в MATIC сейчас. Так, лочим в пул их. И поехали, покажу вам сегодня все мои портфели. Сколько я накупил. Где минусы, где плюсы. Все это можете посчитать. Какая общая ценность моих всех портфелей. Около больше 100 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. Так, все, залочили. Пока это все можно оставлять. Вот уже добываются здесь наши MATIC. Потом буду их менять через SushiSwap на обычные MATIC. И переводить на биржу OKEX. Вот такие дела. Поехали дальше. Что касаемо всех моих портфелей. Поехали. Так, значит у меня около 46 тысяч долларов. Внутри биржи Crypto.com в CRO. Застейкано на 180 дней. Я огромный CRO-бык. Вот, ходлер. Я считаю, что эта биржа будет стоить, именно ее этот токен будет стоить очень дорого. Также акции этой компании, если они будут выходить на IPO, буду покупать. Я считаю, что эта биржа будет конкурировать с, значит, с биржей Binance. Потому покупаю их CRO и стейкаю у них на бирже. Тоже вам рекомендую. По ссылкам в описании у нас бонусы. 25 долларов бонуса на стейкинг и 25 долларов бонуса на первый депозит. Дальше. На бирже OKEX имею, давайте посмотрим мои активы. Имею порядка 10 тысяч, 8-10 тысяч долларов вложений. Но цена просто просела. Потому сейчас цена 6 тысяч, да. Это Flow 290 монет. Это Luna 300 монет. Matic и Iota. И еще Avalanche здесь очень мало. Вот такие дела. Это что касаемо биржи OKEX. Дальше. Биржа Currency. Я это все делю на разные биржи, чтобы диверсифицировать свои риски. В том числе и что касаемо бирж. Почти 1 биткоин кэш. 2 эфира. По средней цене примерно 2200. Litecoin 60 штучек. Uniswap, значит у нас 150 штучек. Ripple 1000 штучек. Chainlink 150 и Compound 10 штук. Общая ценность вложений примерно 30 тысяч долларов. Сейчас оценивается портфель в 20 где-то 2000 долларов. 8 тысяч долларов просад. Поехали дальше. Спекулятивный мой портфельчик. Показываю вам спекулятивный. Имеет объем 5000 долларов. Здесь у нас 200 тысяч CiaCoin. Эфира 0.8. Эфириум классик 28 монет. XRP 2000 штук. Значит, District DNT 3850 штук. Storage 500 штук. CRV 211 штук. Iota больше 400 штук. Zcash 2 штучки. Litecoin еще 2. Flamingo 711. Nano 48. Stellar XLM 861. Anthology 325. ZIL 2633 штук. Certic 196 штук. Dash 1 штук здесь. Bella 75. И Data была куплена последней. 473 штук на перспективу. Это мой спекулятивный портфель. Сейчас он оценивается в 11 тысяч, ребята, доллар. Также моя позиция на Луне оценивается в 44 тысячи долларов. Это у нас примерно 5000 долларов. Значит, это сама позиция. И 40 тысяч долларов это маржа. А теперь объясню. Многие не понимают, для чего я это сделал. Объясню. Я по такому принципу усреднил. И сделал по принципу, что у меня теперь здесь не 10-е плечо, а 1-е чисто из-за маржи. Само собой. А теперь смотрите. Как только у нас Луна делает 8 долларов, я вынимаю отсюда 40 тысяч долларов маржи, покупаю на эту сумму Луну, из 4-5 тысяч долларов начинаю черпать прибыль, просто удерживая данную позицию. Вот и все. Вся схема. Кому это не нравится, можете меня в этом не поддерживать. Это моя схема. Я так работаю. Так, поехали дальше. Еще один портфель. Это портфель, еще один на бирже Binance. Самый большой портфель, я считаю. Примерное вложение 60, может быть, 70 тысяч долларов. Это у нас здесь Terra Luna, BNB, Litecoin, Solana, Atom покупал недавно. Solana покупают дальше. Здесь очень много было выведено. Матика был, Матик был выведен. Solana была выведена в пул ликвидности Solanium. То еще выводил Terra Luna, куда-то выводил. В общем, все закупки здесь были сделаны на общую сумму примерно 70 тысяч долларов. Luna, BNB, Litecoin, Solana, Atom. Биткоин пока еще не докупаю, но буду. Так, полка Dota купил. Ethereum, Dash, Kava, Dia. Stellar тоже здесь есть. Докупил Super, Super Pharma, Zen, Сертика еще докупил. GRT, Avalanche, Tron, Teta. Также есть еще пару спекулятивных монет, давайте посмотрим. Ada здесь присутствует. XRP тоже копеечка. Filecoin немножко. Harmony One, Engine. Так, Ankor, Ethereum Classic, даже немножко Doggy есть. Stellar покупал чисто посмотреть. Он там стоил по 80 долларов, кажись, или поскольку не помню. Вот, Алиса осталась еще с прошлых этих наших влетов немножко. Chilis, Reef, Link и копеечные остались такие мелкие вложения в высокорисковые активы. Все. Больше у меня ничего нет. Общее вложение, ребята, примерно 150 тысяч долларов. Так, ребята, это все, что я хотел сказать по поводу всех своих портфелей. Я все это показал. Общих вложений примерно 170 тысяч долларов. Я уже так себе прикинул в голове. Это огромная сумма. И да, она еще и просела. Примерная просадка 50-60 тысяч долларов, если считать пиковое значение моих покупок. Вот такие дела. Потому ждем, пока рынок покажет нам прибыль. Нужно запастись терпением на рынке. Так, ребята, всегда. Поехали дальше. Что касаемо биткоина. Мы, ребята, были неделю назад на 32 тысячах. Все кричали, что это все крах, все полетит вниз. Сейчас мы на 35. Пожалуйста, меньше создавайте паники. Чем меньше будет паники, тем быстрее мы вернемся к нормальному росту. Очень много фада, очень много негатива сами люди создают на рынке. Очень много вот этих... Боже, что делать? Что делать, Кирилл? Успокойтесь, пожалуйста, ребята. На рынке нужно быть терпеливым. Пожалуйста, запуститесь терпением. Это как рыбалка. Мы все сидим и ждем с вами прибыли. Вот такие дела. Что касаемо дальше новостей к концу этого ролика. Американский бизнесмен и автор бестселлеров, Роберт Киосаки, которого все обзывают незаслуженно инфобизнесменом. У него книга разошлась в 32 миллиона экземпляров. В 2002 году это бестселлер. Многие из вас ее читали, многие нет. Он предпочитает биткоин наряду с драгоценными металлами, с золотом и серебром. Он нам говорит о том, что в скором времени это будет самый большой крах в истории всех финансовых рынков. Потому он ждет биткоин до 24 тысяч долларов. И также говорит о том, что он ждет биткоин. Ребята, на секундочку. Значит, сейчас вам скажу. Он прогнозирует в интервью новостному каналу Китко в начале этого года. Цену на крупнейшую в мире криптовалюту в размере 1,2 миллиона долларов. Просто представьте, какой это биткоинбэк. В течение 4-5 лет он ждет данную цену. Потому, ребята, стоит задуматься. Такой человек, который на финансовых рынках в плане теории съел уже не один год. Может быть, стоит задуматься о приобретении биткоина. Потому что это ваши риски. И задумайтесь о том, что сейчас вы видите цену 25 тысяч долларов, 35 тысяч долларов, 45 тысяч долларов. Вы можете ее увидеть. А можете увидеть и ниже. Само собой, это ваши риски. Это все краткосрок. Само собой, цена может на каком-то фаде упасть и ниже. Я считаю, что ниже этой поддержки в 30 тысяч долларов он не упадет. Да, он может упасть и ниже, ребята. Но только если создадут определенные условия. Какие условия нужно создать, чтобы биткоин обвалился? Вот примерно. Вот давайте, допустим, как-то вот так. На 25 тысяч долларов. 24, куда ждет этот актив Роберт Киосаки. Только если Китай что-то там вякнет. Или США. Или, допустим, Япония. Или любая другая большая экономика. То есть создадут огромный фад. Огромный негатив, который приведет к падению. Чтобы инвесторы, в том числе и хомяки, попродавали свои биткоины. Я вам не рекомендую продавать биткоин ни по какой цене. Даже если вы купили его здесь, ребята. Вот здесь. Где угодно вы его купили. Для биткоина нету максимальной цены. Потому что то, что вы купили сегодня, что является АТАЖ, завтра, через месяц, через два, это будет уже, ребята, дно. Поэтому, пожалуйста, терпение наберитесь. Мы с вами еще увидим огромные цифры в плане биткоина. Вы еще скажете мне спасибо за ваше терпение. Я вас умоляю не продавать ваши активы. Просто прошу вас, не продавайте мой канал. Это канал про ходу. С этим все понятно. Поехали дальше. Еще одна интересная новость. Проект Селла взлетел на 50%. Давайте посмотрим с вами быстренько, что с ним произошло. Молодой проект никому не нужен. Но, ребята, взлетел он очень сильно. Да, вот он взлетел. От доллара и 60 центов до почти 5 долларов. Сумасшедший рост. 172% буквально за раз, два, три, четыре, пять. За семь дней. За неделю, ребята. Огромнейший рост показывает данный проект. Мы с вальдаторами ждем его по совсем другим цифрам. Там цифры сумасшедшие. Даже не хочу вам их называть. Потому я тоже буду потихоньку его покупать. 3 доллара сейчас хорошая цена. Буду выделять денег с своих холдингов. И потихоньку покупать данный проект тоже. Вот. Это проект на долгосрочную перспективу. Так. Среди сторонников Селла. Такие громкие имена в криптопространстве. Как Coinbase, Polychain Capital и Andresen Horowitz. Ребята, проект позициирует себя как платформа для мобильных устройств. А задумайтесь о том, что мы идем с вами в эру мобильных приложений и мобильных устройств. Все больше и больше. Все меньше и меньше остается у нас юзеров в плане ПК. Да. И все переходят на телефоны. Потому, ребята, даже я, огромный фанат ПК, много приложений имею на своем телефоне в плане крипты и блокчейна. Потому, ребята, стоит задуматься о приобретении данного актива. Дальше давайте посмотрим, что у нас по поводу падения и роста крипты в целом. Кто у нас здесь лидирует. Так. Ну, само собой. Ethereum Classic. Equotum. Decret, кстати, вырос на 34%. Ого-го. Так. Horizon потихоньку восстанавливается. Так. Terra Luna упала на 20 центов. Ага. Zcash. Погнали дальше. Так. Кто у нас еще? Так. Shiba. Shiba. Боже, ненавижу этот скам. Так. Internet Computer тоже вырос. Так. CRO. Мы смотрели. Так. Seacoin. Seacoin. Давайте посмотрим. Кстати, по Seacoin, ребята, покажу вам интересный фрактал. Я просто был до жути удивлен. Не думал я, честно вам скажу, не думал, что он упадет ниже этого накопления. Он все-таки сквиз сюда дал. Но краткосрочный. Пока закрепляемся в этом накоплении. Да давайте посмотрим этот фрактал. Вот. Беру вот отсюда и показываю вам это все. Посмотрите, пожалуйста, как идеально отрабатывает данный фрактал. Плюс-минус. Как можно так отрабатывать? Вот у нас первая зона накопления. Потом меняем диапазон. И еще один диапазон. Здесь вот все копеечка в копеечку отработало. Вот. И мы сейчас с вами потихоньку разворачиваемся. Еще можем здесь походить по этому фракталу. Да еще вот так вот сходить. И потом уже уйти наверх. Первая зона, куда я жду для подтверждения данного фрактала, значит, Seacoin. Это зона примерно, ребята, 0.026 по Seacoin. Как только мы сюда придем, я уже буду подумывать о том, чтобы увеличить свою позицию в данном спекулятивном активе. Вот такие дела. Это что касаемо Seacoin. Так. Не забываем участвовать в пресейлах. Я вот потихоньку, я поучаствовал уже в трех. Еще есть другие аккаунты, пока не буду их показывать. Не для чужих глаз, да, а то еще забанят. Вот такие дела. Так, по бирже Crypto.com показал все. Буду дальше здесь стейкать CRO. Хочу 500 тысяч CRO. Представьте, что будет, если актив будет стоить доллар всего лишь. Давайте посмотрим. Это будет, ребята, просто шок-контент для многих моих хейтеров, да. Вот представьте. Мы вот примерно вот так выйдем наверх. Потом ударим сюда. Проторгуемся вот так сверху в этом диапазоне. Выйдем выше. Закрепимся. И полетим вот сюда, к концу этого цикла. Я минимум, ребята, жду полдоллара, вот, а то и по доллару. Не знаю, буду смотреть по активности покупки данного токена, но считаю, что он еще себя покажет. Плюс они его сжигают. Ребята, они его сжигают активно, потому посмотрим. Это что касаемо всего, что я хотел показать в этом ролике вечерком. Лайтовенький ролик. Мало информации. Просто показал свои все портфели. Кто просил, много людей просили, покажи, покажи, покажи все свои активы. Пожалуйста, ребята, показываю все это, чтобы вы не думали, что я что-либо скрываю. Показываю все. Где теряю, где зарабатываю. Показал все схемы, которые мы планировали реализовать. Реализовать не получилось, но оставлю данную схему в своем твиттере. Вот, и посмотрим, что будет с Титаном. Компенсируют ли нам и сколько компенсируют. Если компенсируют почти всю сумму, я буду очень доволен. Я думаю, многие ребята, которые положили свои деньги в этот проект, все-таки будут довольны. И мы все-таки с вами будем понимать, что все-таки справедливость существует. И что зря люди так сильно паниковали. Да, это обидно. Да, не без потерь в этой тематике, но вы должны их принять и взять это как опыт. Вот такие дела. Потому всем спасибо за поддержку. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, пишем свои комментарии. Вступаем в нашу криптокомьюнити по ссылкам в описании. Вот, это наш продукт платный. Мы здесь обучаемся в рамках одного сплоченного криптоколлектива. У нас и валидаторы есть, есть и технари, программисты. Есть инвесторы, их разные ребята есть. Есть и мелкие, есть и большие ребята по 300 тысяч долларов инвестиции. Вот есть даже к нам приходили фонды, хотели с нами работать в рамках нашей платформы, которая уже скоро выйдет. Мы уже ее заканчиваем. Потому, ребята, вступайте в нашу криптокомьюнити, обучайтесь вместе с нами в одном сплоченном коллективе. У нас есть очень много ребят, которые смогут вам помочь разобраться в этом сложном мире криптовалют, но очень интересном мире. Вот такие дела. Потому, по ссылкам в описании, забираем скидки на торговые комиссии, бонусы разного типа и данные вступления на криптокомьюнити. Трезоры жду, ребята, буквально немножко еще терпения. Я уже скоро буду их разыгрывать. Потому, ребята, всем профита, всем удачи и всем пока. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok